Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня ролик такой получился, ну, немного что ли ретроградный. Хвостовство, наверное, чистой воды, но, впрочем, последнее время, когда я выпускаю ролики о моих собственных ножах, которые никто особенно не предоставлял, они такими и получаются. Мы сегодня поговорим вот о такой вот кастомизации моего собственного ножа Benchmade Mini Skirmish. И, наверное, давайте уже сразу посмотрим на него поближе, а то будет непонятно. Обзор на этот нож у меня на канале есть, появился уже давным-давно, лет уже, наверное, 5 назад, как я этот нож приобрел с руку одного замечательного коллеги по увлечению, которому прямо здесь, в этом обзоре, знаю, что он меня смотрит, передаю большие свои, ну, не знаю даже, как сказать, благодарности по поводу вот этого ножа, потому что Skirmish все-таки это вот один из тех ножей, про которые мы сегодня поговорим не только в контексте кастомизации, а, наверное, в контексте того, вот делали же раньше, умели, как бы, делать некоторые такие вещи, которые сейчас, ну, что ли, как-то, может быть, я бы так сказал, не совсем, наверное, получаются, причем понять, почему я особенно не могу. Вот в этом сегодняшнем разговоре попробуем с вами вместе разобраться. В общем, все, начинаем. Мне лично иногда бывает очень печально по тому поводу, что, вот, например, в отличие от американской компании Spaderka, компания Benchmade из той же самой страны крайне редко как-то обсуждает истории развития своих моделей. У Spaderka даже, можно сказать, своя Википедия есть, где так или иначе освещено, какие их модели, почему и как называются, какие имеют номера, и, в общем, вся история их создания в той или иной форме, хотя бы в двух словах, оговорена. У Benchmade вот такого нет. Но я за последнее время так приметил, что почему-то так получается, что очень многие ножи этого производителя, которые есть лично у меня или которые мне очень нравятся, они в своих номерах содержат некие пятерки. Мне вообще иногда начинает казаться, что 500-я серия, то есть, вот те ножи, которые имеют номер 500 сколько-нибудь, это серия, которая базируется на моделях Мелла Пардью. Если кто-то знает об этом точно, это просто у меня такой аналитический вывод, если кто-то знает про это точно, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях или напишите, где посмотреть. Может быть, я просто не нашел какой-то ресурс, на котором подробно обсуждают историю ножей Bench. В данном же случае мы с вами разговариваем о 635-й модели, это мини-скирмиш. И здесь тоже хочется сказать, что, насколько я себе представляю, так называемая 600-я серия ножей, это в свое время уже довольно-таки давно, более гораздо 10 лет назад, потому что, насколько я помню, по-моему, даже 2010-го года были какие-то такие ножи первоначально, а может быть, даже и слегка раньше. Эти ножи представляют из себя серию таких фреймлоков от компании Benchman. То есть, здесь нужно заметить, что это не их фирменный замок. Аксис-лок, а вот это именно серия, ну, по крайней мере, скирмиши все сделаны с фреймлоками, были люмы в этой же серии, когда-то владел подобным ножом, там тоже был фреймлок. И, в общем, еще некоторое количество ножей, вот именно в 600-й серии, это именно ножи с вот этим замком. То есть, что для компании Benchman несколько необычно. Экземпляру, который я держу в руках, судя по крайней мере под доставшемуся мне вместе с ним товарному чеку, который был приложен, по меньшей мере 12 лет. То есть, он продан в России, был в рознице в 2011 году. И вот, собственно говоря, достался мне почти в неизменном виде от предыдущего продавца. Ну, нож имел определенные такие следы поюза, им явно пользовались. И вот, некоторое время назад он потребовал такого какого-то мелкого ремонта, который в итоге привел вот к подобным изменениям на этом ноже. То есть, было принято решение сделать вот такую вот небольшую кастомизацию. Честно говоря, я сам не особенный художник. И вот, когда мы так приблизительно с тем, кто делал... Александр, привет тебе, ты наверняка посмотришь это видео. Когда обсуждали, как это все должно выглядеть, ну, я, понятное дело, не представлял, как это прямо-таки будет в конечном итоге. Да надо сказать, что и автор этого кастомайзинга несколько раз немножечко вынужден был концепцию менять. Но, тем не менее, плясала она вся вокруг того, что я вам сейчас покажу. Немножко из старого ролика, небольшой отрывок, в котором будет видно, как была сделана обработка вот этой части рукояти на этом ноже в, ну, так скажем, его базовой версии. То есть, так как он был выпущен компанией Benchmade. И нам пришлось вокруг вот этого элемента придумывать, ну, какой-то новый такой элемент дизайна. Поэтому, понятное дело, что мы были ограничены вот этими штуками, которые изначально были сделаны на половинке клинка из титана. Поэтому придумали вот в итоге что-то подобное. После нескольких итераций оно в итоге получилось реализовано вот так. Ну, и, честно говоря, я лично тем, что я здесь вижу, прям очень доволен. Вот это вот на рукояти, ну, прям так выглядит ярко, интересно. А, с другой стороны, знаете, вот эти выходы на второй половинке, которые мы придумали, ну, вот это прям для меня вообще какой-то восторг вызывает. Вот тут прямо это клево. То есть, вот это место пришлось так интенсивно обыгрывать именно из-за того, что здесь был изначально сделан какой-то рисунок. Вполне вероятно, что мы бы обошлись чем-то более скромным, если бы не приходилось, ну, так скажем, уничтожать все то, что тут было понаделано до этого. Но вот этот вот элемент лично мне кажется совершенно просто восхитительным, таким, каким он здесь вот прямо сейчас получился. Для того, чтобы сделать все эти анодированные красоты, рукоять ножа пришлось полностью ободрать от той пескоструйки, по-моему, которая там была сделана изначально. Но вот опять-таки рядом покажу сейчас, как он выглядел до этого. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. И здесь в результате вот этой вот шлифовки, ну, я лично, по крайней мере, вижу что-то такое типа очень-очень мелкого сатинирования. Ну, то есть, по сути дела, следов вот этой обработки. И тоже, знаете, клево выглядит, хотя должен сказать, что с эксплуатационной точки зрения, конечно, есть нюанс, потому что постоянно остаются следы от пальцев. Эти очищенные такие части, они как раз получаются в тех местах, где у вас хват ножа, вот в режущий хват. И тут, конечно, есть такой определенный элемент, ну, скажем так, не очень, чтобы это, возможно, практично. С другой стороны, конечно, то, что здесь было, страдало тем, чем мы страдали вот эти вот старые рукоятки из титановых сплавов от американской компании Benchmidt, да и от многих других производителей. Они при том способе обработки постоянно обдирались всякими кнопками от джинсов, какими-то мелкими там абразивными песчинками и прочими делами. Все это было в таких мелких царапинах, которые очень многие считают неприятными, я в том числе. Поэтому мне, честно говоря, кажется, что вот такой мелкий нюанс с тем, что остаются следы от пальцев, я здесь вполне себе могу терпеть, потому что видно его только при ближайшем рассмотрении. Впрочем, конечно, вы вот сейчас будете поподробнее это дело рассматривать, и вам, скорее всего, видно будет. Но я решил, что буду снимать этот ролик не в перчатках специально, чтобы вам вот такой вот момент показать. Но, тем не менее, не могу сказать, что меня он как-то очень сильно уж трогает. Ну так, в неприятном смысле. Сама по себе кастомизация ножей обычно может быть делом достаточно дорогим. Я тут в данном случае не буду говорить, сколько я заплатил за это, потому что не является это действие рыночной ценой. Информация, наверное, никому ничего не даст. Ну и, знаете, сама по себе кастомизация не такая, чтобы уж очень радикальная в данном случае. Потому что мне случалось видеть некие кастомные работы на определенного типа ножах. Например, на некоторых ножах Becker Plus, где само по себе вот это вот кастомизирование стоило раза в три, наверное, дороже самого ножа. Тут, конечно, случай совершенно не такой, но ведь, мягко говоря, есть еще что поделать. И, с другой стороны, вот, знаете, такое обновление старого своего ножа, на мой личный взгляд, зачастую, бывает даже интереснее, чем покупка какого-нибудь ножа нового. Потому что, вот, понимаете, вот у этой конкретно модели Нила Блэквуда, ну, что ли, есть вот в этом дизайне для меня какая-то, ну, душа, если хотите, понимаете. Я вот сейчас сравню его с некоторым китайским ножом, и вы, наверное, поймете, о чем я говорю. Поэтому, конечно, да, вот эта вот кастомизация меня лично очень сильно порадовала, и думаю, что, ну, это такой забавный повод вам, возможно, порадоваться немножко за меня. Ну, а вот рядом с ним сенсация прошлого года от китайской Artisan Cutlery, дорогая версия ножа CGR B-Perit. Ну, что сказать, нож-то клевый, я, в общем, сделал на него обзор на канале сети ножевых магазинов Мессер Мессер, прям отлично посмотрелся. Ну, и вообще, надо сказать, клевый это нож, его более дешевая версия у нас в тестах будет. Тут, в общем, прям действительно все здорово сделано. Я бы даже сказал, что, наверное, конечно, с технической точки зрения, вот, изготовлен этот нож, может быть, даже и получше с кирмиша. Однако, вот, посмотрите на них рядом. Я, конечно, не знаю, давайте вот устроим где-нибудь внизу такой опрос. Напишите, какой вот из этих двух ножей в комментариях вам больше по нраву, причем даже не учитывая кастомизацию, которую я сделал на этом ноже. Понимаете, вот какая штука? Перит – это очень симпатичный дизайн, на мой личный взгляд, очень хорошо сделанный, по-настоящему интересный. Но вот с кирмиш, он настолько в этом отношении более самобытный, да еще и у него большая версия есть для любителей таких ножей, прямо скажем, покрупнее. Маленькая версия – это ее такое усовершенствование. Сам Нил Блэк, вот, насколько я понимаю, проектировал именно большую. Так вот, я хочу сказать, что с кирмиш – это нож какой-то такой гораздо, что ли, более самобытный и более, если хотите, душевный. Вот, на мой личный взгляд, во всех вот этих вот вещах, то, что сделал он как-то так по-ускульному, я сейчас некоторые нюансы его конструкции покажу, сейчас уже такое в титановых форемлоках, скорее всего, просто не найдете. Потому что делают, конечно, гораздо более сложно и гораздо более интересно. А, тем не менее, не могу не сказать. Вот, меня лично с кирмиш цепляет уже очень многие годы. Это вообще один из тех ножей, которые я в начале своего большого ножевого увлечения несколько лет просто ходил и выжделел, потому что видел его только на картинках. В магазинах этих ножей уже не продавали, их купить было невозможно, потому что уже к тому моменту компания Benchman сняла их с производства. Ну, или почти сняла, скажем так. К нам они особенно в магазины не попадали. И я вот как-то так ходил и думал, как бы это его мне посмотреть. Понятное дело, что с CGRB Perit ничего подобного не случится. Хотя нож тоже клевый. Если обзор кто не видел, рекомендую посмотреть мой обзор в интернете на этот нож. Ну и в самое ближайшее время вот на такую вот его более простую версию должен быть снят тест. Тоже выйдет, думаю, будет интересно. Но сегодня дальше о с кирмише. Вот это, друзья, я держу в руках нож. Напомню, что ему более 11 лет. Он более такого срока находится в эксплуатации. У которого замок фреймлок не имеет сухаря. Это вот такой очень в современное время любимый разговор. Я, знаете, вот от некоторых своих коллег по цеху, прямо в отношении ножей, сделанных вот так. Ну, скажем так, в современности, да. Слышу выражение класса типа говно бессухарное. Вообще, как бы там потом износится фрейм. И непонятно, что делать. Такие деньги ломят. Вот что не могут сделать сухарь. И так далее, и так далее, и так далее. Откровенно говоря, даже среди моделей компании Benchman, сделанных тогда, вот этот нож выделяется тем, что здесь вообще не сделано ничего для того, чтобы как-то побороться с появлением возможного люфта. Потому что было у Benchman такое фирменное решение на очень многих ножах, когда вот эта втулка, она имела шести-ли-восьмигранную форму и, в общем, позволяла как бы немножечко придавить нож. И, соответственно, в случае, когда у вас фрейм начнет дальше уходить, ну, как бы немножечко подприжать к нему клинок для того, чтобы вот как-то нивелировать вот этот вот износ фрейма, который вообще, в принципе, может быть. Но, друзья, вот теперь посмотрите. Фрейму 11 лет. Ну, во-первых, начнем с того, что никакого люфта здесь нет совсем. Вот просто совсем. При этом я вам так скажу, что у меня нож отрегулирован, он прекрасно открывается. Это нож на шайбах. Никаких шариковых подшипников тут понятное дело нет. Потому что в те времена, когда этот нож придумали и когда его выпускали, про шариковые подшипники в осевом узле не думал никто. А уж компания Benchman, которая по сей день является апологетом шайб, в принципе, ну, я думаю, что и сейчас про это ничего не думает. Вот примерно так выглядит фреймлок у ножа, который работает уже давно. Да, я должен заметить такую вещь. Пружина достаточно далеко зашла на пяту клинка. То есть, в принципе, это вот такое состояние ножа, которое, мягко говоря, явно показывает, что им все это время постоянно пользовались. Ну, понятное дело, ножей у меня много. Я последние пять лет, что я им владею, не ношу его на кармане постоянно. Но, тем не менее, я думаю, что вот о состоянии замка после длительного периода нахождения ножа в эксплуатации, вот такое его положение о многом говорит. Поэтому вот я и хочу сказать, что лично просто мой жизненный опыт не подтверждает ту теорию, что бессухарное изготовление замков фреймлок ведет как минимум к тому, что они там за десятилетия где-нибудь эксплуатации могут так сильно изнашиваться, что нож уже, ну, получит какой-то люфт, с которым вы просто никак не сможете справиться. Вторая проблема, которая бывает с ножами такого толка, она бывает, я признаю, у меня даже более того был нож с подобной проблемой, но на скирмише она не проявляется. Заключается в том, что когда вот начинает сама пружина фреймлока настолько далеко заходить на пяту клинка, она бывает, что начинает там залипать. Из-за этого ножом становится неудобно пользоваться, ну, в том плане, что как бы вы, когда снимаете его пальцем с замка, то у вас получается, ну, во-первых, трудно немножко отогнуть бывает, да, приходится прилагать усилия какие-то бывают на пальцах неприятные от этого ощущения. И второй момент, что на самом деле еще быстрее идет износ пружины замка, то есть, по крайней мере, вот так об этом говорят. Согласен, что такое бывает, но вот этом конкретном ноже почему-то нет. Ну, причем здесь не сделано ничего, вот прям ничего совсем. Я долго осматривал, когда этот нож был разобран вот именно тыльную сторону вот этого замка, которая соприкасается непосредственно с пятой клинка. Думал, может быть, бенчмин все-таки там делали какую-нибудь карбидизацию, как на Сибензе, или что-нибудь такое. Никаких следов подобных действий не вижу. То есть, это просто титановый сплав. Вполне себе традиционный. Но вот, тем не менее, на конкретном ноже это все работает. Если у вас что-то подобное случилось с каким-то старым замком, дам рекомендацию. Возьмите карандаш и вот в... Короче говоря, вам нужно место контакта, надо разобрать нож и место контакта замка с пятой клинка натереть простым карандашом. И у вас все прекрасно начнет работать. То есть, графит, как бы там, который остается. Причем, это действие, ну, мне его хватило сделать один раз, а потом хватило года на два, наверное. Был у меня такой протек TR-3, по-моему, вот, с клинком из стали S35VN и замком фреймлок, вот что самое необычное. И, в общем, короче говоря, вот там у меня такие проблемы на ноже были. На скирмише, повторюсь, ничего подобного нет. Ну и, кстати, да, друзья, как вот не показать. Другой Александр, который делал мне вот этот ремень, по его поводу тоже уже лет пять, наверное, получается, лежит. Ролик у меня на канале. Когда я его сделал и показал мне вот этот вот орнамент, прямо мне сказал, что ты знаешь, увидел фотографию бенчмент-скирмиша и как бы так как-то вдохновился и сделал тебе вот такую штуку. Знаю, что тебе этот нож нравится. И вот тогда я как раз находился в таком состоянии, что у меня скирмиша в тот момент во владении не было. Я как-то на канале подал клич, что раз уж у меня теперь вот такой ремень, скирмиш придется купить. И, собственно, в результате мне был вот так вот. Меня нашел один из продавцов такого ножа, сказал, что слышал, что вы искали себе такой нож, будете забирать. И я, в общем, короче говоря, этот нож купил с рук. За что по сей день очень сильно признателен, повторюсь. Ну и как бы, знаете, вот с этого, наверное, стоит начать разговор о неких таких вот, знаете, просто ощущениях. Вот бывают такие вещи для души. Вот бывает такое, когда вот у тебя кожаный ремень с вот этим вот орнаментом, который перекликается с тем, что в дизайнерском смысле сделано на клинке твоего ножа. Бывает такое, что вот какие-то такие мелкие титановые фичи, там какие-то прочие, не знаю, маленькие какие-то фиджеты, возможно, ручка у тебя титановая, еще какие-то вещи. И все это вот как-то перекликается друг с другом. Я лично считаю, что это такая гораздо более аксессуарная тема, чем просто разговор о том, что, ну да, у меня есть вполне себе рабочий нож. Понятное дело, что, наверное, в современных условиях вот эта версия Benchmade-Skyrmage, ну кто-то скажет, ну блин, это же вот 30-ка на клинке. Ну да, наверное, это та самая Benchmade-овская 30-ка, которая была тогда, 10 лет назад. Это вам не вот эта термичка на багауте, которую все постоянно ругают, это вот та старая термичка 30-ки, которую в то время все хватили, хвалили и ценили именно в исполнении компании Benchmade. Да, она здесь где-то примерно такая, и знаете, я так скажу, что никаких претензий по поводу того, как Skyrmage работает, у меня лично нет. Но, тем не менее, скажу вот такой, знаете, любопытный момент. Вот хорошо, когда нож и работу свою может нормально делать, и как бы в руках так лежит, и пощелкать, ну и вообще является таким вот элементом, ну так скажем, ну действительно, вот попросту говоря, просто ножом для души. В конце этого ролика хочу сказать, что вот вообще немного в моей жизни есть таких вещей, даже ножей, которые я очень люблю, и которые у меня, ну скажем прямо в большом количестве имеются, которые отражают меня как личность. И более того, я бы так, наверное, сказал, что вот эта часть, вот эта вот характеристика меня, она довольно-таки редко проявляется на моем канале, на YouTube. Но вот это вот как раз тот случай. И здесь, конечно, нужно сказать, что кастомизация ножа, она довольно-таки сильно это ощущение увеличивает. Потому что вот, понимаете, в принципе, этот нож и сам по себе, в том виде, в котором он у меня был, страшно мне нравился. И я, знаете, иногда подумывал о том, что вот бы какую-нибудь такую бенчмейдовскую лимитку, может быть, из голд-класса как-нибудь найти, часть там своих ножей продать и получить вместо них. Потому что вот это вот тот нож, который, ну скажем так, и сейчас меня достаточно сильно будоражит, хотя модель уже достаточно старая, тем более давно не выпускается, ничего нового в этом отношении не делается. В продаже бывает редко, продаю в минтовом собычном состоянии за бешеные деньги, коллекционеры, а мне вот как бы в кармане носить аработки. В общем, все вот это вот. И, конечно, должен сказать, что когда тебе твой, в общем-то, вполне обыкновенный, но такой любимый нож кастомизирует, он становится чем-то таким необычным, интересным. Более того, вот так вот сочетается, например, как у меня с ремнем, и дай бог еще что-нибудь у меня подобное в жизни будет. В общем, это как бы делает этот предмет еще для тебя лично более каким-то ценным и более прекрасным. И, надо сказать, возникают при этом вот такие вот действительно мощные положительные эмоции, которыми хочется поделиться. И, наверное, отчасти я сейчас вернулся вот в те времена, когда канал был еще маленьким, не особенно популярным. И, в принципе, это вот, ну, наверное, не знаю, была вот такая вот эмоция, ради которой все мои первые видео, по большому счету, делались. Для того, чтобы поделиться какими-то впечатлениями, поделиться тем, что, в общем-то, людей от, ну, животных, по большому счету, отличает. Потому что у нас вот есть некие такие сильные эмоции, которыми мы можем делиться и можем радоваться за кого-то другого. Так что я вам предлагаю в этом смысле, ну, как-то порадоваться немного за меня. Надеюсь, что мне вам удалось передать вот это вот совершенно замечательное ощущение, которое ты получаешь от вот такой вещи, ну, которая в каком-то смысле это такая часть тебя. Вот, наверное, так я бы сказал об этом ноже. Ролик получился, естественно, такой немного сумбурный, потому что, по большому счету, эмоциональный. В общем, тем не менее, приветствую всякие разные комментарии. Об этом ноже готов сказать еще много всего, потому что он у меня уже давно, и я его очень люблю. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо вам за просмотр. Вот так еще немного этот нож в кадр. Пока.